Мужественные и сильные духом свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Межбюджетные трансферты. Ненецкий округ получил федеральное средство на выплату социальных доплат к пенсии. О выплатах, компенсациях и субсидиях. С 1 января приемные семьи НАУ ожидают ряд изменений. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Одна из самых мужественных профессий. Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Те, кто работают и служат в региональных и муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных общественных спасательных организациях и МЧС России. Спасатели округа с профессиональным праздником поздравил глава региона Игорь Кошин. В условиях Крайнего Севера ваш труд и профессиональную подготовку переоценить невозможно. Их оценивает сама Арктика. «Искренне желаю крепкого здоровья, теплого очага, мира в душе и удовлетворения от работы. Работы, которую можно с уверенностью назвать призванием», отметил в поздравительном адресе Игорь Кошин. Чувствование представителей этой мужественной профессии прошло сегодня в Дворце культуры Арктика. Спасателей с профессиональным праздником поздравил руководитель Комитета гражданской обороны Нинецкого округа Сергей Боенко. «Хочу сказать, что вы действительно счастливые люди, потому что ваш выбор профессии совпадает с назначением любого человека, оказывая помощь, сопереживать и быть равнодушным к проблемам, бедам других людей. Будь это трагедия или простая, крутовая какая-то неприятность. Это ваш выбор. С праздником, здоровья, личных достижений, профессиональных успехов, любви, добра». По данным Комитета гражданской обороны НАУМ, за 11 месяцев текущего года ведомством проведено 449 поисково-спасательных работ, спасено 494 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ниже на 10-15%. Спасатели связывают это с эффективностью профилактических мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и происшествий на водных объектах. 37 миллионов 600 тысяч рублей получат Нинницкие округи с федерального бюджета на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Всего межбюджетные трансферты будут направлены 13 субъектам Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом о государственной социальной помощи, региональная социальная доплата к пенсии выплачивается для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионеров в субъекте России, где этот пенсионер проживает. По состоянию на декабрь региональную социальную доплату к пенсии в Нинницком округе получает 1139 человек. Приемным родителям Нинницкого округа с 1 января 2017 года увеличат вознаграждение за труд. Повышение произойдет более чем на 20% или на 911 рублей и составит 4777 рублей. С учетом районного коэффициента и процентной надбавки, размер вознаграждения составит 12400 рублей, что равно минимальной заработной плате в регионе. Соответствующие изменения в окружное законодательство приняты собранием депутатов НАУ во втором окончательном чтении. Увеличение вознаграждения стало возможным в результате приведения регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами, а также приостановлении дублирующих мер соцподдержки для данной категории граждан. В частности, замораживается компенсация абонентской платы за пользование квартирным телефоном и исключается право на получение субсидий для приобретения или строительства жилья, покупки транспорта. Как пояснил советник губернатора НАУ Сергей Свиридов, федеральный порядок определяет, что на момент принятия ребенка в приемную семью уже должно быть необходимое жилье для его проживания. Это обстоятельство учитывается при принятии решения органами опеки и попечительства. Еще одна мера соцподдержки – субсидия на приобретение транспорта, будет переориентирована на семьи, усыновляющие детей. Ею смогут воспользоваться родители, которые воспитывают пять и более детей, в том числе хотя бы одного усыновленного ребенка. Законодательство о соцподдержке приемных семей также дополнено уточняющей нормой. Так, возмещением расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, предоставлению субсидий на приобретение товаров длительного пользования, а также субсидий на оплату текущего ремонта жилья, смогут воспользоваться только те приемные семьи, которые взяли на воспитание ребенка из НАУ. Актуальные правила безопасности В преддверии приближающихся праздников расскажем о том, как обращаться с пиротехникой. Здесь всегда рады гостям. Наринмарский детский дом посетили депутат Госдумы от Нинецкого округа Сергей Коткин, советник губернатора Сергей Сверидов, начальник отдела опеки и попечительства Галина Гуляева, а также сотрудники окружной полиции. Они поздравили работников и воспитанников детдома с наступающим Новым годом и 85-летием учреждения. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. В канун Нового года Наринмарский детский дом принимал у себя почетных гостей. В рамках своего визита в Наринмар приют посетил депутат Госдумы от Нинецкого округа Сергей Коткин. Он поздравил коллектив детдома, его ветеранов и воспитанников с наступающими праздниками и отметил неоценимый вклад работников в воспитании своих подопечных. Здесь, наверное, нет равнодушных. И быть не может работать равнодушных людей в вашем коллективе. Вот за это вам низкий поклон, за вашу работу. Дай Бог вам всем здоровья в новом году и в будущие годы, чтобы у вас все было в семьях ладом, в ваших семьях, чтобы ладом было. Детишки, чтобы они чувствовали себя действительно как в родном доме. Те подарки, которые мы с пустыми руками не приходим, все, что мог, я принес детишкам подарки. Дай Бог вам всем здоровья и с наступающим вас всех в Новом году. В этом году Наринмарский детский дом отмечают 85-летие. Несмотря на то, что официальные мероприятия, посвященные юбилею, пройдут в начале 2017 года, гости решили поздравить коллектив уже сейчас. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы воспитания в регионе советник губернатора Сергей Свиридов вручил работникам детдома почетные грамоты и благодарности. Начальник отдела семейной политики, опеки и попечительства Галина Гуляева также поздравила коллектив детдома и его подопечных. Главная для нас задача, чтобы каждый ребенок почувствовал себя как дома и найти для каждого ребенка семью. Мы стараемся, мы делаем это. От всей души желаю вам в вашем нередлом труде оставаться на самом деле неравнодушными, добрыми и понимать каждого ребенка. А вам, ребятки, я желаю, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и хочу, чтобы у вас все получилось. Пришли с подарками и представители окружной полиции. Временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом окружного ОМВД Вячеслав Аньков зачитал поздравления от начальника полиции Олега Яковлева и передал для ребят билеты на праздничный концерт. Новый год – это праздник волшебника Деда Мороза. Он исполнял наши желания в детстве, потому что верили в него. Главное – верить в сказку, и тогда сказка придет в нашу жизнь. Желаем вам, чтобы в наступающем новом сбылась самая заветная мечта всего наилучшего с наступающим, с Новым годом. И данным поздравлением силами управления мы собрали средства, необходимые на нужды детского дома, и также билеты на театрализованные представления проделки серы облака. В завершение праздничного вечера ребятишки из Наринмарского детского дома устроили для гостей праздничное представление, к которому готовились с большим трепетом и волнением. Конечно же, под руководством чутких и внимательных педагогов. Никто не сможет заменить детям родителей. Но коллектив детского дома делает все возможное, чтобы эти ребята чувствовали себя любимыми и нужными. Ведь это так необходимо каждому человеку. В преддверии приближающихся праздников россияне закупают не только продукты питания и подарки, но и пиротехникум – неотъемлемый атрибут Нового года. Для того, чтобы создать праздничное настроение себе и своим близким, удивить соседей и порадовать окружающих, люди покупают различные фонтаны, салюты, римские свечи, петарды. Самые безобидные, пожалуй, только хлопушки и бенгальские огни. Но даже с ними нужно соблюдать правила безопасности, иначе праздник может закончиться очень печально. О том, как не испортить его себе и окружающим, расскажет Ирина Нежалова. Пиротехника – довольно опасная забава. И в то же время сегодня трудно себе представить Новый год без фейерверков и петард. Все это лучше покупать в специализированных магазинах или отделах. При выборе пиротехники обратите внимание на упаковку. Она должна быть без повреждений. Также к изделию должна прилагаться инструкция на русском языке и сертификат безопасности. Следует обратить внимание на срок годности пиротехники. Впрок ее лучше не закупать. Дома хранить такие вещи опасно. А уж тем более запрещено использовать внутри помещений. Помните, любую пиротехнику, в том числе и бенгальские огни, нужно использовать только на улице. Подальше от автомобильных стоянок, деревянных строений, гаражей, а также линии электропередач. Следует избегать и массового скопления людей. А вот открытая площадка идеально подойдет. После того, как выбрали безопасное место, необходимо правильно установить пиротехнику. Это серьезное дело лучше доверить кому-нибудь из взрослых. Ни в коем случае детям не позволять ни устанавливать, ни тем более поджигать. То есть все это делают взрослые. Дети рядом, на безопасном расстоянии. Устанавливают, поджигают фитиль, приводят в действие пиротехнику. Только взрослые. Персонально к детям, если обратиться, то ни в коем случае не делать как минимум глупых поступков. Некоторые целятся друг в друга, некоторые пытаются из своих рук запустить ее, показывают, какие они смелые. Если нас дети смотрят, то ни в коем случае таких вещей делать нельзя. Если вдруг пиротехника не сработала, ни в коем случае не спешите подойти к ней ближе, а тем более взять в руки. Лучше выждать 5-10 минут, а затем аккуратно присыпать ее снегом. Помните, неосторожное и неправильное обращение с пиротехникой может привести к несчастным случаям. Об этом должны помнить и дети, и взрослые. Пиротехника в любом случае опасна. Она может привести к пожару, может привести к травмам. Нужно быть максимально осторожным. То есть, например, если возле домов использовать, может там ракетница залететь в форточку, у кого-то окошко открыто, может свободно залететь в форточку, может кого-то травмировать внутри, может она взорваться, а это большой тепловый импульс может привести к пожару. Много случаев разных можно привести. Мы решили узнать у наринмарцев, используют ли они пиротехнические изделия в праздники и знают ли о том, как с ними обращаться. Обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Возле домов нельзя, возле легко спламеняющихся объектов. Ну и вообще, чтобы детей маленьких рядом не было, чтобы никому не угрожало. А что бы Вы хотели пожелать тем наринмарцам, которые будут использовать, может быть, впервые? Чтобы были осторожны, потому что многие жаловались, и были случаи поджогов, пожаров именно за пиротехники. Не хотелось бы новогоднюю ночь испортить. Скажите, пожалуйста, Вы на Новый год используете пиротехнику? Нет, никогда уже давно. Она, во-первых, дорогая очень стала. И зачем? Ну, вот и не бывает, как это называется. Да, во-во-во-во. Вот только и все. Не используют. Ну, что делать? Новый год. Раз в год бывает. Новогодний праздник. У меня, правда, собака боится. На улицу даже не выходит. А так нормально. Пусть стреляет, да. Только лишь бы где-то в стороне, не рядом с домами, да. Чтоб на крыше не падало, чтоб еще и в окно, чтоб не прилетело. Мне говорили, что это опасно. И у меня друг использовал когда-то пиротехнику, и он учился в больнице. А что произошло? Ему обожгло лицо. Это было в Нурнамаре? Да. То есть после этого случая вы пиротехнике очень устраивали? Да. Чтобы несчастный случай не произошел с вами или с вашими близкими, а также чтобы не испортить праздник окружающим, используйте пиротехнику строго по назначению и с соблюдением элементарных требований безопасности. Тогда Новый год и Рождество оставят в памяти только хорошие воспоминания. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Более ста петушков, символов Нового года, слетелись с разных уголков округа на выставку детских работ «Зимние забавы», которая проходит в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. В этом году организаторы выставки отметили рекордное количество участников – более 150 человек из разных населенных пунктов. Это Оман, Нельминос, Харута, Оксина, Телевска и другие. Работы оценивались по двум номинациям – символ грядущего года и «Зимние забавы». Работы столь разнообразны, столь интересны, выполнены в разных техниках, за что, конечно, хотелось бы сказать спасибо не только ребятам. Выставка будет работать все предновогодние дни и новогодние каникулы. Вы можете посетить нашу выставку с 3-го числа с 12-ти до 16-ти и с 9-го числа по 25-е с 9-ти до 18-ти. Ждем всех! Всего несколько дней остается до встречи нового 2017 года. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как правильно встретить огненного петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию, узнала Любовь Пермякова. Новый год – это время окунуться в сказку. А сказку можно сделать своими руками. Вот, например, оформить стол в стиле а-ля рус с хозяином русского стола самоваром, баранками, корзинками, а еще вот с такой сладостью – петушком. Ведь это не просто леденец, это еще и символ наступающего года. Чтобы символ наступающего года остался доволен и принес удачу, он обязательно должен быть на новогоднем столе. Это может быть не только леденец, пряник в виде петушка или печенья, но и элемент декора на скатертях, салфетках, посуде или разнообразные фигурки – статуэтки из глины, стекла или фарфора. Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как огненная тематика приветствуется. Что же касается цветовой гаммы, здесь нужно отдать предпочтение красному, розовому, оранжевому, золотистому или белому цвету. Вот такой стол, он достаточно классический, и продукты такие, которые наверняка есть у всех, и самый необходимый атрибут – шампанское в новогоднюю ночь. Красиво, достойно, свежо, ярко. И самый такой креативный, наверное, из этих столиков. Ну, он креативный, яркий, молодежный, веселый. Тоже тут интересные такие моменты из запасников домашних. Красивый, тоже бокалы сами сделали, да? Скалы сами, да, у нас рукодельцы такие. Все очень просто, да. Не знаю, как эта техника называется, но очень просто. Кружево, вот ленточка атласная. И замечательно так получилось, да. Хорошо. А скаты, я так понимаю, тоже сами делали своими руками, да? Если я скажу, откуда это сари, это сари. Сари из Индии, да. Поэтому вот такое вот оно получилось и необычно. Что же касается праздничного наряда, чтобы и гостей поразить, и хозяину 2017 года угодить, нужно быть в красном. А можно приобрести наряд бордового, алого и даже розового цвета. Эти правила касаются года красного огненного петуха. А он вступит в свои права 28 января 2017 года с наступлением китайского Нового года. Как встречали Новый год наши предки, мы и поинтересовались у сотрудников этнокультурного центра. В этот день на столе обязательно появлялись калачи. Это один из символов вот такого солнышка. Калачи пекли из белой муки. Хотя обычно ели хлеб ржаной, конечно, у нас и хлеб, когда он появился уже, да. Но калач всегда был из белой муки, старались его сделать. И не даром говорить, что даже калачом не заманишь, да. То есть вот если это что-то богатое считалось. Значит, не употребляли спиртное, чтобы не быть в охмелю в этот день. На Руси к Новому году готовили кутью со сливками, пекли блины и стол был обильным. Считалось тогда и весь будущий год будет в достатке. К Новому году в избах наводили чистоту. Мыли пол, натирали зеркала до блеска. Выбрасывали из дома всю разбитую, колотую или треснувшуюся посуду. Избавлялись от предметов, напоминающих о неприятностях минувшего года. А еще нужно было надеть новое платье. Считалось, что тогда много обновок будет и в течение года. Также в новогоднюю ночь гадали с петухом. Кстати, это гадание одно из самых старинных, а в этом году и очень актуальное. Ровно в полночь по полу рассыпали зерна. Затем брали с нашества петуха, желательно черного, и пускали его в комнату. Если петух не клевал зерно, то год считался не очень удачный. А если пернатый с аппетитом уплетал угощение, то это сулило большую дачу. Наш местный символ года не подвел. А это значит, наступающий 2017 год в Ненинском округе будет счастливым. Вот только осталось подождать совсем немного. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды.